Вот наш хамал, который имеет какое-то повреждение на сидушке. Лежит нагревательный камер Deweflex 52 метра в полу, на сидушке, но кабель имеет повреждение. Проверяем сначала тестер на сопротивление нагревательных жил. Появилось 13,3 Ом. Между одной нагревательной жилой и экраном 4,8 Ом. Между второй нагревательной жилой и экраном 9,2 Ом. То есть коричневый провод по отношению к земле имеет самое низкое сопротивление. Надо подключать прибор и находить место повреждения. Вот наш хамал, сидушка. И смотрим повреждение кабеля. Вот так начинается линия кабеля. Идет по сидушке. Делает поворот. И здесь заканчивается, где стоит изолент. Здесь у нас проблемы с нагревательным кабелем. Вот нашелся нагревательный кабель. Поднял немножко плитку. И смотрим по тепловизору. Видно, что доходит до какой-то части кабеля. Именно нагрев. Дальше уже кабель имеет внутреннее повреждение. То есть никаких... Посадить. Никаких наружных механических повреждений нет у кабеля. Это внутреннее повреждение. Так называемый заводской дефект. Но вызван он именно по причине перегрева кабеля. Потому что кабель лежит практически в теплоизоляции. Ему некуда отдавать свое тепло. И в этой точке поднимается максимальная температура. Которая для кабеля составляет 65 градусов. Но здесь на теплоизоляции кабель имеет более высокую температуру. Почему? И запрещается в хамамах укладывать нагревательный кабель. Потому что помещение имеет повышенный температурный режим. Температура воздуха. Температура на сидушках. Что в целом поднимает температуру на кабеле. И он может просто не выдержать. Такой высокой температуры. То есть нужно использовать только нагревательный мат. Который имеет более высокую рабочую температуру. Там 90-100 градусов. И к тому же мат имеет тефлоновую наружную. Внутреннюю изоляцию. То есть они более устойчивы к высоким температурам. У них меньше поклонная мощность. И они смогут работать в каких-то минимальных слоях стяжки клея. Для кабеля же важно какое-то тело стяжки. В которое он сможет отдать свое тепло. Если он не сможет отдать все свое выработанное тепло. И просто он начнет перегреваться. Разделываем нагревательный кабель. Проверяем тестер межнонагревательных жил. Хорошее сопротивление. Это участок от терморегулятора до места повреждения. Между нагревательной жилой и экраном тоже хорошее сопротивление. Я думаю, что у вас импульс идет на управляющую электронность. Между нагревательной жилой и экраном. Показывает бесконечность. Теперь проверяем мегометром. Я сейчас посадил подъемник. Нажду экраном. И одно изноливать нажим. Я хорошее поклоняю каким образом? Вы хотите, чтобы он увидел это сопротивление? Да, да. Наброс, вы там, не правда, 5-10. А я же с кем не вижу, я же все это поспорил. В 7 сторон есть управляющий электрод. Видно, что один с чем-то 2 мегаом. Притом напряжение 2 км, что 1000 будет очень мало. Мегаом. Между экраном и другой нагревательной жилой. У нас хорошее сопротивление изоляции. Гигаволмы. 2 кг на 1000 вольт. 6 гигаволм. То есть получается так, что между одной нагревательной жилой и экранирующей оплеткой у нас хорошее сопротивление изоляции. Между другой нагревательной жилой и экранирующей оплеткой очень низкое сопротивление изоляции. Это говорит о том, что мат, точнее крабель имеет какое-то еще внутреннее повреждение. И в принципе он не годится для эксплуатации данного помещения на сидушке. Перегрев вызвал замыкание кабеля по своей длине. Этих замыканий может быть очень много. Здесь единственный вариант. Это полностью демонтаж нагревательного кабеля на сидушке. Нужно уложить мат. Полностью переделка. Из-за того, что кабель, находясь практически в теплоизоляции, он не смог отдать свой тепло в слой раствора, так как он погружен на 2-3 теплоизоляция. И по этой причине он все свой тепло направил на внутренний нагрев. То есть сам себя перегнал. Пошло разрушение кабеля, нарушение геометрии нагревательной жилы в самом кабеле. Кабель начал просто замыкать. Проверяем по сопротивлению. Кусочек вырезанной нагревательной кабели, включая мегометром. То есть между одной из жил с хорошим сопротивлением изоляции. Здесь между экраном и второй из нагревательной жил. Вы видите, как шпион с сопротивлением изоляции. То есть изменилась геометрия. Расположение нагревательной жилки по отношению с экраном. И этот кабель начинает уже замыкать. Он занимает... С одной жилкой все отлично. С другой, поэтому шоу замыкать. Именно вот эта нагревающая жила, а вторая обратная низко сопротивлением. То есть жилка изменила свое расположение в изоляции по отношению с экраном. То есть стало очень низкое, то есть маленькое расстояние между тренирующей облёткой и нагревательной жилой. Все, это пробой.